Приветствую, друзья! Автократы любят рассказывать о том, что они, собственно, равны стране, что они и есть эта самая страна. Кто-то делает это от своего лица. И помните, загубите, не Лукашенко, загубите первого президента, это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, как в других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого. Кто-то пока еще поручает подчиненных. Не нефть и газ, наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество Путин, и мы его должны защитить. И это не просто пропагандистский ход. Они и правда начинают верить, что нарисованные для них цифры отражают мнение людей. Поэтому, когда они сталкиваются с действительностью, эта самая действительность становится для них шоком. Вы всегда поддерживали президента. Это я тоже знаю. Две недели протеста в Беларуси. Они вот показали, какой реальный рейтинг у Лукашенко. И что на самом деле хотят от него люди. Уходи! 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 Спасибо. Возможно, в самом начале, 26 лет назад, Лукашенко был хорош для своей страны. Ну да, конечно, автократ, но в пределах допустимого. Но вот все эти годы Беларусь развивалась. Двигалась вперед. Становилась лучше. И страна-то развивалась. А Лукашенко нет. И это тоже было бы не так страшно, если бы он сумел вовремя уйти. Но автократ он на то и автократ, что уйти не может. Лукашенко начал цепляться за власть всеми способами. И законными, не очень законными, и совсем уж людоедскими. Страна при этом жила, как говорится, бедненько, но чистенько. И сначала белорусов это устраивало. Но затем, осмотревшись по сторонам, они начали понимать, что бедненько жить совершенно необязательно. И что бедненько в их случае не значит справедливо. Стало очевидно, что власть надо иногда, ну хотя бы раз в 26 лет, менять. Вот только у Лукашенко нет никакого желания меняться. Во-первых, что уходить? Ведь народ его так любит. Избирком же говорит 80% за. Во-вторых, он столько уже наворотил, что и не уйдешь. Тут не то, что в Ростов придется убегать, как Януковичу. Тут бы в Гагу, как Милошевичу, не загреметь. Вот и выходит противоречие. В стране президент, который так и остался на уровне председателя колхоза. Хитрого, смекалистого, но председателя колхоза. А общество из этого колхоза уже выросло. Беларусь уже в мире не с сельским хозяйством и картошкой ассоциируется, а где-то уже даже с айти индустрией. Айтишники это очень интересное тесто людей. Они создают продукт, который используется на западе. Собственно, история белорусских протестов, это история, как ростки современности пробиваются сквозь асфальт вчерашнего дня. Но современность это прежде всего высокая цена человеческой жизни. И вот тут Лукашенко вчистую выигрывает. Белорусское общество не готово платить жизнями за смену власти. А Лукашенко за сохранение власти готов. Чужими, конечно, но без всякого колебания. У нас есть представление, что все как бы зависит от количества вышедших на улицу граждан. Мол, выйдет тысяча, ее посадят. Десять тысяч разгонят, сто тысяч прислушиваются, а миллион и власть падет. Это не так. В прошлые выходные на площади в Минске вышли сотни тысяч. В пересчете на российские масштабы это как миллион. Но когда ценящая каждую жизнь общество сталкивается с готовым стрелять автократом, то преимущество у последнего. Особенно, если у одного автократа под боком есть другой. Который готов помочь коллеге своими отрядами карателей, своими пропагандистами, своими штрейбрехерами. Конечно, за такую помощь придется заплатить. Но платить-то будет не получатель помощи, а все белорусское общество. Проснитесь. Если сейчас, если сейчас вы станете анклавом Москвы, антииндустрии конец. И вот что важно, для автократов и Белоруссии, и России цена значения не имеет. Во-первых, платят не они, как мы уже говорили. А во-вторых, ставки слишком высоки. Понятно, что без Путина Лукашенко не удержится. Но и для Путина уход Лукашенко в результате протестов будет слишком болезненным. Это что же получится, что люди могут просто так прийти на выборы, проголосовать против президента, а потом выйти на улицу и заставить уважать свой голос? Путину такая картинка у себя под боком не нужна. Да что там не нужна? Опасно. А значит, для него в этой игре ставки тоже очень высоки. И поэтому любые действия допустимы. Я уверен, что отравление Алексея Навального, у меня нет никаких сомнений, что это было отравление, связано именно с белорусскими событиями. Это очень по-путински. Спецоперация по предупреждению, отвлечению внимания в преддверии зачисток в Минске. Ну, а то, что это может стоить кому-то жизни, допустимые издержки. Сохранение Лукашенко у власти важнее. Поэтому обслуживающий главой ФСБ самолет летит в Минск, а кто-то другой из того же ведомства в Томск. И вот уже новости из Омска, где в больнице лежит Навальный, перекрывают новости из Минска, где идет зачистка. Согласитесь, мрачная картина получается. Есть ли из нее вообще выход? Возможно ли вообще успешное противостояние засидевшемуся во власти автократу? Белорусские протесты высветили несколько важных моментов. Во-первых, автократы всегда совершают ошибки. Ну, невозможно править по 20-25 лет и не потерять связь с реальностью. Для Лукашенко такой ошибкой стало пренебрежительное отношение к Тихановской. У нас конституция не под женщину. И у нас общество не созрело до того, чтобы голосовать за женщину. Во-вторых, нельзя игнорировать выборы или голосование. Даже если кажется, что нет шансов и смысла. Электоральные процедуры – это всегда политическое действие и точка напряжения для удерживающих власть автократов. В-третьих, у мирного протеста не очень много шансов против готового стрелять на поражение автократа. Тут, к сожалению, действуют правила не цивилизованного диалога от дикой природы. И если часть общества не готова жертвовать собой, не готова переступить через свое отвращение к насилию, то такое общество рискует проиграть схватку тому, кто не боится жертв и для кого насилие – норма. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. И это касается не только белорусского общества. Мы, россияне, тоже не можем себе позволить закрыть глаза на то, что делает Путин, поддерживая Лукашенко. И да, это тоже может части из нас дорого стоить. Но, в конце концов, нам, как и белорусам, придется сделать свой выбор. Готовы ли мы бесконечно терпеть над собой и над страной эту свору? А потом наследников этой своры? Терпеть их безумные траты на фоне растущей бедности? Согласимся ли мы лишить себя, своих детей, свою страну будущего, поскольку у страны с таким управлением будущего нет? Не только у Путина, но и у нас теперь есть возможность учесть чужие ошибки. Риск высок, но и победа возможна. Давайте все вместе приблизим вот этот вот момент. Всего вам хорошего.